Ну что ж, ребятки, я вас приветствую. Сегодня будет очень интересное видео, а именно обзор аккаунта криминала. То есть этот человек заработал все свое имущество с помощью того, что он состоял и был лидером нелегальной организации. А именно, он пять раз стоял лидерку мафии. И с помощью этого он заработал очень большие деньги. У него есть бизнес, машины, аксессуары, много чего интересного. Поэтому видосик будет реально просто бомба. Давненько не было обзоров аккаунтов, поэтому, пожалуйста, если вам такое нравится, поставьте лайк. Аккаунт реально очень интересный. Давайте постараемся в этом ролике набрать 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Также, ребятки, не забывайте, конечно же, вводить мой промокод. Промокод полуканов можно вводить на любом сервачке до пятого уровня. За него получите приятные бонусы. Вся информация есть в описании под видео. Итак, ребята, получается, Филимо начал играть в 2022 году в июле. Но самое интересное, что в 2023 году, в июле, он уже приобрел себе очень довольно-таки солидный бизнес, который стоит немалых денег. Заработал он свое имущество, получается, с помощью лидерки. Он пять раз стоял лидерку кавказской мафии, что приносило ему огромные деньги. С одной лидерки он за месяц заработал 500 миллионов. Каким образом, сейчас я вам расскажу. Как вы знаете, в мафии они дерутся за бизнесы. То есть есть, получается, безвары, где они стреляются пять на пять. И с помощью того, что вы, допустим, выигрываете безвар, под ваш контроль идет какой-то из бизнесов. А всего бизнесов 47. То есть с помощью этого в казну, получается, мафии идет прибыль. И бывало то, что за день приходило по 20-25 миллионов. И эти деньги может лидер забирать себе. Сейчас это пофиксили. Сейчас лидер может забирать максимум в день сообщака 3 миллиона. Но даже после фикса, если вы будете стоять лидерку, держать довольно-таки много бизнеса, вы сможете зарабатывать в день 3 миллиона. К моменту покупки бизнеса, именно 31.07.23, у него было уже 1.6 миллиарда. Но ему добавили 400 миллионов, а именно Даша, то есть Ринни Малибу. И за 2 миллиарда он приобрел себе бизнес у Алексея Мэллисона. Я надеюсь, ребятки, вы все поняли, потому что я объяснять не особо умею. Поэтому, как мог, так и объяснил. То есть он стоял лидерки пять раз, кавказской мафии. С помощью этого, с помощью организации заработал очень много денег. У него было 1.6 миллиарда. Ему добавили, он купил себе бизнес. То есть этот человек все свое имущество накопил с помощью организации. То есть он не работал, он не фармил там на ивентах. Он реально просто зарабатывал с помощью организации. Ну что ж, ребятки, давайте пройдемся по накатанной, как мы, в принципе, всегда делаем. Давайте посмотрим скиллы, которые есть на этом аккаунте. То есть, как вы можете заметить, скиллы здесь не прокачаны. То есть, как я и сказал, как вы поняли, он не работал, он зарабатывал с помощью организации. То есть, ну, вообще скиллов практически нету, то есть там, ну, фрезеровщик седьмой, рудокоп, ну, типа такое, вообще ничего не прокачано, то есть какого-то даже максимального скилла здесь нет, то есть просто пустой аккаунт именно по скиллам. По поводу навыков, видимо, он не особо их как бы качает, потому что, да, у него есть там спецочки 800 штук, но вкачано у него довольно-таки мало, то есть у него вкачан частюля, силач, скрытный, криминальный дипломат, граффити, зависимый, перфекционист, ремесленник и золотые руки. То есть, ну, вкачано здесь там около, наверное, 7-8 улучшений, то есть особо здесь ничего такого прям интересного нету. Ну, а здесь, ребятки, уже все намного интереснее, здесь много всяких скинов, аксессуаров там и так далее, цену я их называть не буду, потому что я, честно говоря, не знаю, то есть есть, получается, корона, снич, летающий призрак, то есть много всяких аксессуаров, то есть есть вот такой вот скин девушки, не знаю, правда, зачем он ему, вот такой вот еще скин, ну, скорее всего, наверное, их потом перепродает как-то, потому что, как мы знаем, женские скины всегда очень сильно дорожают. То есть есть аксессуар бронежилет, есть рюкзак тыква, рожки, сноуборд, кукла вуду, то есть аксессуаров у него довольно-таки много. Здесь у нас есть, получается, вот такая вот анимация, то есть танец, опа, гаммен стайл, то есть эта анимка, на самом деле, очень много стоит, там, наверное, около 100 миллионов стоит эта анимка, потому что ее нельзя нигде взять, поэтому это такая очень ценная вещь. Есть, получается, неон однотонный, краски, там, рыба, туда-сюда, ну, больше ничего такого прямо интересного, я думаю, нету. Очень много адреналинов, я не знаю, он их продает, либо для себя их держит. Давайте пройдемся, получается, по анимациям, у него есть анимация величия, это донатная анимация, которая была в наборе, она стоит, там, около 80 миллионов, то есть, если мы ее нажимаем, то он у нас начинает взлетать, начинает играть музыка, там, и так далее, просто эта анимация очень красивая, и, на самом деле, очень дорогая, то есть, есть танец, получается, вот такой вот, ну, дефолтный, на самом деле, у многих он есть. Есть анимка, получается, с новогоднего ивента, и есть сальто назад, то есть, эта анимка, на самом деле, тоже довольно-таки редкая, потому что мало у кого ее встретишь. Также, давайте посмотрим призы, то есть, вот, тюнинг транспорта, у нас есть первый чип по аксессуарам, ну, здесь, я думаю, такие дефолтные, чистые аксессуары, которые падают в рулетки, есть у нас, получается, тут всякие приколы, очень много випок, то есть, блэк вип даже есть, видите, на 7 дней. Нормально, кстати, блэк випочка, 3 штуки есть на 7 дней, прикиньте, где-то он зафармил, то есть, випок очень много, есть обычная и блэк випка, комплекты всякие, номеров нету, всякие там скиллы на оружие и так далее, то есть, кстати, по статистике, если мы посмотрим, у него всего лишь 49 уровень, то есть, это на самом деле мало, то есть, у меня на аккаунте 69 уровень, у него 49 уровень, то есть, ну, это прям и немного, и немало, то есть, ну, почти 50 уровень. По деньгам наличие у него 300 миллионов, просто 300 лямов на руках, понимаете, 300 миллионов, у меня даже, блэк, 300 миллионов нету, я бич просто, у меня там 50 лямов валяется и все. Номер телефона, ну, такой чисто, 890, донатная симочка, но недорогая. Итак, ребятки, по поводу жилья, домик у него получается обычный, то есть, в Горелле стоит там около 5, может быть, 7 миллионов, у нас дома не такие дорогие, как на 01, потому что на 01 дома такие начинаются от 20 миллионов. Итак, ребятки, давайте перейдем к автомобилям, то есть, первая машинка, это у нас буханка, а Филимон ее использует как склад, то есть, здесь у нас есть банки, солома, ну, короче, всякие ресурсы. Следующие автомобили, это получается у нас Honda NSX, по-моему, по японцам не особо шарю, но вроде это Honda NSX, которая была на ивенте, довольно-таки редкая машина, на самом деле. Ну, просто машинка с ивента, которая стоит там около, наверное, 35 миллионов. Итак, следующая машина, это прям моя любовь, потому что я себе очень сильно хочу такой же Porsche, я уже знаю, что здесь есть, потому что Филимон, по-моему, покупал Porsche от эту Коли. А как я знаю, здесь должны быть там стробоскопы, да, здесь есть стробоскопы, должен быть неон, то есть, тачка реально очень заряженная, плюс еще номера Ольги двоечки. Ну, номера, я думаю, где-то лямов, наверное, 100-150 стоят, то есть, я его не буду какие-то цифры называть, потому что, на самом деле, я не особо в этом шарю. То есть, тачка очень заряженная, то есть, третий чип, аудио, нитро, стробоскопы, неончик там, ну, гидраблей как бы нету, дыма тоже нету. Хоть я как бы и не фанат Porsche, но именно внешне, блядь, это разъебалово просто, вот эта машина, именно этот кузов, внешне прям очень симпатичный. Но если посчитать именно машину, как бы и номера, я думаю, ну, это 300+, железно просто, это железно, стоимость 300+. Итак, ребятки, следующий автомобиль, это получается Dodge, он тоже у нас стоковый, просто тачка с ивента, тоже довольно-таки редкая, стоит около 30-35 миллионов, То есть, полностью сток, один владелец, пробег 2000 километров, в ней даже бензина нету, то есть, ну, тачка просто с ивента, стоковая. Следующий автомобиль, это Nissan Silvia, которая тоже, по-моему, была на ивенте или в пассе, я точно не помню, багажник пустой. Давайте посмотрим, что там по тюнингу, скорее всего, она тоже стоковая, ну, в принципе, да, тоже стоковая, ничего такого нету. Один владелец, как бы пробег 2 километра, ну, такая просто тачка с ивента, сколько она стоит, я даже не знаю, на самом деле. Ну что ж, ребятки, за моей спиной находится тот самый бизнес, который Филимон приобрел в 23-м году. То есть, вы вдумайтесь, человек за один год приобрел себе топовый бизнес, с помощью просто организации, с помощью того, что он стоял на лидерке 5 раз. Да, я понимаю то, что это нелегкая работа, то есть, ну, мне кажется, это очень сложно, я бы, допустим, не смог бы лидерку отстоять вообще никогда в жизни, потому что я это не люблю, и я в этом ничего не понимаю. Но Филимон очень хорошо с этим справился, и как бы отстоял очень много лидерок. Но я не буду тянуть, давайте, я думаю, посмотрим самое интересное, а именно финку данного бизнеса. То есть, если мы внимательно посмотрим, мы можем понять то, что в этом бизнесе финка от 5 миллионов. То есть, финка здесь реально очень бодрая, то есть, ну, 5 лямов в день, это очень хорошо, то есть, да, этот бизнес, я думаю, этих денег стоит. То есть, да, бывает там 7-8 миллионов, но в основном здесь финка от 5 миллионов, то есть, стабильные 5 миллионов в день. Ну что ж, ребятки, давайте подведем итог данного ролика. Что мы с этого ролика поняли? То, что человек смог заработать все свое имущество с помощью криминальных организаций, с помощью того, что он стоял лидерке. То есть, вот вам просто живой пример, он не работал там на рыбалке, на дально, либо еще где-то. То есть, чисто заработал за год, можно сказать, 2 миллиарда. Ссылочка на Филимона будет в описании под этим видео, поэтому, если вам интересно узнать его поближе, посмотреть, как он там стреляется, чем он занимается, то можете перейти на его канал. И если мы так посчитаем, то плюс-минус у него аккаунт где-то на 5 миллиардов. Ну, то есть, давайте, допустим, возьмем то, что бизнес стоит там 4-5 миллиарда, а, допустим, там машинки, анимки, аксессуары, это еще 500 миллионов. То есть, в сумме-то получается 5 миллиардов. То есть, я Филимона знаю давно, но что у него на аккаунте, я толком как бы не знал. Я знал про бизнес, но про все остальное, про его историю, как он развивался, я не знал. Поэтому ему реальный респект. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.